После игр в Череповце в серии была ничья 1-1, а поражение со счетом 0-3 во втором матче насторожило поклонников Северянки перед играми в Туле. Но волейболистки стали напряженно готовиться к продолжению серии, а болельщики снарядили автобус, чтобы поддержать свою команду в важнейших матчах на чужой площадке. Уже по первым розыгрышам третьего матча серии стало ясно, что это совсем другая Северянка, команда имеющая четкий план на игру и все инструменты, чтобы его придерживаться в полном объеме. Хозяйки зала среагировать эффективно не смогли. Многочисленные замены также результата не давали, а потому череповчанки уверенно взяли три сета подряд к абсолютному восторгу череповецкого сектора 3-0. Молодцы девочки, ну и супер поддержка, я считаю, от наших болельщиков, которые приехали. Мы даже не почувствовали, что мы играли в Туле не дома. Ну, где-то много получалось, подавали более-менее хорошую подачу, где-то справились на блоке. За бессонную ночь тульский тренерский штаб ничего придумать не смог, а северянки, еще больше поверив в себя, начали прибивать соперника с начала первой партии. Вкупе с прекрасным приемом подачи они даже на секунду не позволили соперницам помечтать о том, что такую северянку можно остановить. В двух первых партиях соперник был уничтожен морально – 25-13 и 25-15. Тулица еще пыталась сопротивляться и даже добралась до счета 18-17 в третьей партии. Однако северянка была неудержима. Юна Нина Шевелева выиграла три очка непосредственно с подачи, а победный мяч в серии забила Ксения Кравченко. Очень сильно расстроены, да, потому верили в победу даже в последней партии при счете 3-0, да, видели там и 25-23 за каждый мяч, борьба. Ну вот, но соперник оказался очень хорошим. Вся команда играла полностью, играли, в игре были даже люди на скамейке. Все готовы просто, готовы были выйти и помочь команде в любое время. Соперник Череповецкого клуба в золотой серии уже известен. Им станет Нижегородская «Спарта». Финальная серия также играется до трех побед одной из команд и начнется 13-14 апреля в Череповце. Владимир Сентябрев, новости.